Добрый день! Сегодня к нам в продажу попала Mazda CX-5 2019 года в комплектации Touring Plus с пробегом 10 тысяч километров. Эту машину пригнал наш близкий друг. Тачка просто вау! Поехали! Продолжение следует... Машина была в Штатах от страховой компании, продажа продавалась. Что с ней было, рассказываю. Повреждены были две двери. Двери менялись. Душные оригинальные двери. С Польши привозили крыло. Ставилось новое оригинальное и бампер. Все остальное тут у нее родное. Единственное, что было... По сути, была целая и стойка, и... И стойка, и порог был целый. Вот, но на страховой компании почему-то вот так вот решили. Вот здесь вот вырезали, проверяли внутренний каркас, чтобы не был пострадавшим, был абсолютно целым. И пришлось здесь поменять порог. То есть наружную вот эту часть. То есть скелет был полностью целым. Поехали дальше. Так автомобиль выглядел на аукционе до ремонта. Все стекла, включая лобовое, родные, оригинальные. В комплектации есть бесключевой доступ. Чисто 2019 год у нее, повторюсь, наверное. Значит, здесь у нас по комплектации электропривод багажника. Трекшн контроль систем. Слежение за разметками полос. Движение. Мониторы слепых зон. Полный электропакет. Управление мультимедиа, бортовым компьютером. Хэнс 3. Датчик света. Парочки тут на LED-ах, по идее. Так, по пробегу всего 10 тысяч километров пробега у машинки. Она с радаром. Здесь адаптивный круиз имеется. Зеркала с антиблейком. Потолок с люком. Все понятно, тут закрываем. Двухзонный климат-контроль. Подогревы сидений. Мультимедиа. Ну, тут все, само собой, разумеется, с хэнс-фриз, с блютузами, старт-стоп. Это тоже у Мазды по умолчанию. Датчик дождя, кстати. Бассе, саунд. Акустик. Играет просто шикарно. Причем, мне кажется, что в 19-м году что-то сделали еще. Улучшили акустику, потому что стало играть, мне кажется, лучше, чем в предыдущих годах. Ну, электроручник. АвтоХлд. Это помощь при спусках-подъемах. Управление мультимедиа полное. Ну, и, разумеется, камера заднего вида. Салон идет из комбинированной кожи. Идут замшевые центра. Черные такие. И кожа, вермантин, такой вот, боковые вставки. Бассе, саунд, отметочка. Электропривод, кстати, сиденья, да, пропустил. Ну, вот, пожалуй, наверное, пока все. Затонирована, кстати, она полностью. А вот я присел на второй ряд сидений. Я, Леха, с ростом 193 сантиметра. Усевшись сам за собой. Впереди я роскошно сижу. И здесь я удобно сижу. Все хорошо, удобно, посадка классная. Диван такой удобный. Подлокотник хороший. Кстати, с маленьким таким еще тут кармашечком. Прикольненький. Дулочки тут свои есть. Воздуховоды. Все жикарно. Жалоб на задний ряд сидений. CX-5 2019 года. У меня никаких нет. А вообще, я очень люблю Мазды, кстати. Если кто-то еще не понял, а может, или кто-то не знает. Мазда это шики блеск. Все поколение мазовских, скейктивовских вот этих вот автомобилей. Все лучше и лучше с каждым годом, с каждым обновлением. Супер. Погнали дальше. Багажник здесь достаточно быстро открывается неплохо. Багажник CX-5 большой. Шторки практически в американских версиях. Можно никогда не искать, их не будет. Сидушки очень круто складываются прямо отсюда. Можно раздельно ту, можно раздельно эту. Вот они вот так складываются. Но я сейчас полностью их не постелю, потому что подголовники там немножко уперлись, и ремни мешают. Здесь вот сабвусер, запаска. Секретка поставлена уже тут. Балонник, крючочек, все дела. Так, ниша такая здесь маленькая. Здесь еще одна ниша такая, здесь маленькая. И пытаюсь вспомнить. А вот так кратно показалось. Да, вот и крючок фоксировочный. Все на своих позициях. Все укомплектовано. Хоп, полетели. Резина здесь ее стоит родная. Yokohama Air Lander. 2019 года выпуска. Ну, по сути, новая, потому что машина 10 тысяч прошла, это только обкатка всего лишь. Едем под капот. Ну, под капотом тут не показывать, не смотреть особо не на что. Здесь все оригинальное, все новое. Машина, как и сверху, так и снизу, по сути, новая. То, что по кузову пришлось поменять, я рассказал. Капот, фары, все родное здесь. Ну, тут классно, нечего рассказывать. Прекрасный мотор, прекрасная шестиступенчатая трансмиссия. Мазда рулит. Приятный бонус для вас. Сделана свежая, совершенно свежая страховочка на автомобиль. Автогражданка. Мелочь, но приятно. Ну, и пройдено ТО. Насла фильтра в двигателе, все это поменено. 8 апреля. Это тоже для вас приятный, считаю. Подгон. Что вам, друзья мои, хочу сказать. Положа руку на сердце, это абсолютно искреннее. Мазда меня просто восхищает. Я от них балдею. Они сейчас в топах. Вот по всем фронтам, рынкам, понятиям. То есть, Мазда сейчас делает вещи. Они, конечно, по качеству подняли уровень. По надежности никаких проблем нет. Моторы, коробки шикарные, надежные. Отличная подвеска. По сути, у меня эти машины, ну, мы как продавцы запчастей, продаем в основном расходники. Какие-то колодки, какие-то там фильтры, ну, свечи там. Ну, такое вот все. То есть, такое, каких-то глобальных ремонтов, честно говоря. Ну, практически, это вообще какие-то случайные, там, идиотические истории, опять же, связанные мужскими ДТП-повреждениями. Так как таковых проблем с надежностью нет. Я не буду заявлять ни за кого. То, что лично знаю, у меня был лично автомобиль в пользовании. Штатов ЦХ 5, 15-го года с пробегом. Прекрасно работал двигатель, ничего не дымило, не брало масла. Прекрасно работал автомат. Живая машина полностью, вопросов нет. Поэтому, Мазда мне нравится очень. И ЦХ 5 хороший автомобиль для наших суровых реалий. Хоть я по своим душевным ощущениям больше люблю Мазду 6, по посадкам, по своим приколам, раскладам. Но, учитывая наши какие-то определенные там особенности дорог, то, наверное, все-таки удобнее, конечно, практичнее на ЦХ 5. Ну и плюс это все-таки универсал с багажником, определенный удобный. Вот такая история тут. Вот, кстати, бесподобная штучка. Мазда устанавливает уже по умолчанию в этих поколениях систему Smart City Brake. Здесь стоит камера под лобовым стеклом, которая помогает избежать столкновений, если вы зеванули в городском трафике, допустим, не заметили, что переделся машина или пешеход какой-то выскочил на дорогу. Но это при небольших скоростях. А так вот это адаптивный круиз с радаром, то есть который может отслеживать, держаться на определенной дистанции до впереди идущего автомобиля. Супер класс. Ну и слежение за разметками полос, эта помощь, как бы, тоже удобна на трассе. Да и вообще все мне нравится. Здесь, кстати, вот уже в 19-м году у них немножко климат изменили, подогревы сиденья сюда перенесли, блочок чуть изменили, не такой, как был в 18-17-м году. Вообще все мне нравится в Мазде. Классная машина, и не устану об этом говорить. Что еще от себя хочу сказать? Вот предыдущее поколение CX-5 мне тоже нравится. Но здесь доработана и подвеска, она приятнее, точнее работает. Более комфортней. И в битии как-то устойчивее. И комфортней, и устойчивее, по моим ощущениям. По сравнению с предыдущей будкой. И посадка мне вот в этом поколении нравится больше. Конечно, понятное дело, что совершенно разные цифры между тем и этим поколением по стоимости автомобиля. Ну и дизайн, конечно, здесь шикарнее. Ну просто когда человек ищет машину за 15-16 тысяч долларов, то естественно в таком поколении мы не говорим об этой машине. А предыдущая вполне даже очень подходит на такой вариант. Ну там, до 18-го они там проходили. Вот такая вот история. Вам нравится, когда я говорю вот? Мне не нравится вот, но я говорю вот почему-то часто. Но мы, наверное, будем с этим бороться. Вот. Кстати, не сказал, по-моему, по безопасности. Здесь стреляла левая шторка и в сидушки, боковая подушка тоже. Их доставали с Америки, с донора. Оригинальные подушки установлены. Безопасность вся исправна. Все чинджи-бинджи. Тут все работает на 5. Ехали дальше. А как здесь играет музыка, басы? Вот круто. Вот это в 19-м году, может мне кажется, может я что-то думал. Но мне кажется, что в предыдущих поколениях басы не так играло. Даже вот в этом же кузове, 17-го санкционера, классно играет, шикарно. Так как здесь, мне кажется, нигде. Покажу в деле, как едет 2.5 скейктив без турбины. Вообще замечательно ездить, кстати. Но мокрая погода я сильно исполнять не буду, конечно. Я в спорт режиме, кстати. Зачетненько, спидометр видит. Зачетненько, спидометр видит.